видео журнал горячий мастер представляет печь банная большой мощности с рынка эта печь очень большой мощности я не скажу вам сколько эта печь стоит и где можно ее купить в каком городе конкретно я просто хочу с вами обсудить эту модель печи и чтобы я в данном случае сделал бы не так а с чем бы я согласился на ура в этой печи есть на что посмотреть и многие люди могут подчеркнуть для себя некоторые ключевые моменты из конструкции чтобы понимать что вы можете сделать своей печи правильно но не повторить некоторых незначительных ошибок я всегда когда встречаю интересную печь на рынке либо в магазине если она не принадлежит какой-то определенной фирме я выпускаю видео это называется у меня цикл путешествие печника но я вам говорю что эта печь опять же сделана может быть либо из трубы большого диаметра либо выполнена в виде железного ящика опять же в этой печи заложен принцип оборота дымохода то есть дым горячие газы из топки уходят не напрямую а соблюдается этот принцип где газы должны некоторое время петлять по каким-то ходам или я скажу закоулкам для того чтобы как бы по идее отдавать больше тепла самой бане и самим камням меж которых этот вот зигзаг удачи должен так сказать проходить ну да все согласятся что печь горит и дымоход при этом бывает довольно таки раскаленный иногда даже имеет свет от того что он раскалился опять же дымоход проходит через груду камней которые как правило многие люди устраивают в корзине значит в этой печи конкретно этот самый зигзаг выполнен не с-образным дымоходом а просто из трубы меньшего диаметра вырезается желоб и этот желоб укладывается сверху на эту печь которая в данном случае выполнена из трубы большого диаметра то есть этот желоб как бы организует над печью дополнительный канал дымохода то есть труба над трубой приварена и уже из этого верхнего желоба выводится дымоход при рассмотрении в разрезе всей этой ситуации мы с вами видим несколько так называемых отделений или камер в этой печи самое важное из них это топка в данном случае топка с колосником про колосник мы говорить не будем есть видео посмотрите ссылка в описании значит газы из печи идут по этому желобу который приварен к верх ногами над печью как бы образуя очередной такой вот виток трубы дымохода и над которым насыпаны вот эти вот камни каменки в надежде на то что камни будут прогреваться но опять же вы видите что камни лежат в корзине в корзине то есть это просто камни можно сказать лежат в атмосфере самой бани и в этом случае камни не прогреются так как вам хочется у меня есть на это очень популярное видео посмотрите ссылку в описании почему камни не прогреются до той температуры до какой вам хотелось бы самое главное замечание мое к этой печи у этой печи должны быть глухие борта пусть они не приварены капитальный герметичный корпус и печи но борта должны быть чтобы воздух свободно не гулял вокруг каменной засыпки посмотрев это видео которое вам рекомендовал вы поймете о чем я говорю также обратим внимание на бак этой печи бак этой печи очень интересный и мало людей понимает что же это за история когда бак печи вроде как нигде не прилегает не примыкает не приварен нет никакой площади теплоотдачи к этому баку но в то же время вам скажу что этот бак имеет свой теплообменник через который вода в баке в принципе при соблюдении ряда условий должна в общем то нагреваться до нужной температуры кто-то скажет что вода в баке может нагреваться от раскаленных камней нет на этапе растопки вашей бани и прогрева вашей бани ваши камни сами нуждаются в нагреве конечно же процессе остывания бани эти камни могут подогревать этот бак до некоторой температуры но если вы не будете подливать туда много холодной воды но прогреть этот бак самостоятельно камни не могут представьте что вот в этот бак вы нальете холодную воду действительно холодную воду и все это у вас происходит зимой в промороженной бане когда температура в самой бане минус 20 и пускай никто не врёт что у него в бане зимой которую он топит периодически и не бывает минус 20 если за бортом минус 35 таким образом этот бак который имеет теплообменник не очень большого объема и там просто принудительной циркуляции никакой нет просто идет такая самостоятельная циркуляция этот бак иногда показывает не очень хорошие показатели по теплообмену и многие люди которых я опрашивал которые пользуются подобными баками они говорят что когда именно зимой эта история действует именно так когда в баке происходит очень жесткое разделение какая-то часть в этом баке воды горячая а а вся остальная часть большая часть как правило просто ледяная я не знаю почему эта ситуация складывается но иногда говорит людям приходится именно ковшом или рукой перемешивать этот бак и тогда вода как бы температура усредняется но в то же время редко доходит до той температуры которая нужна но в таком случае я рекомендую людям просто элементарно носить в баню с собой горячую воду заправлять подобные баки и тогда они будут уже прогреваться гарантированно зимой чтобы подобная ситуация ситуации у вас не было можно предусмотреть чтобы бак на вашей печи стоял несколько иначе без всяких сложностей при изготовлении подобных теплообменников в то же время я против накладных баков и навесных баков я вам скажу как подобная печь немножко похожая на эту конструкцию была ранее у меня и бак я размещал своей печи просто впереди печи над топкой именно он был врезан в эту трубу большого диаметра днищем бак был врезан и в таком случае бак у меня мог регулироваться по степени нагрева так как бак находится спереди мы с вами в топке разводим огонь и так как мы понимаем что разговор идет о печи большой мощности именно дров нее может войти очень много поэтому пламя может конечно быть очень мощным в этой печи и и бак рано или поздно может закипеть он сначала поет как самовар или как чайник но потом начинает уже очень интенсивно бурлить и в своей печи как и в этой печи есть возможность закладку отодвигать от передней стенки печи от топки немножко дальше в том случае если ваш бак уже согрелся и он уже начинает запевать вам самоварные песни вы же представляете что вот эту вот история мы опять вам показываем печь спереди и на ней если установлен бак и вы пламя сдвинули уже поглубже в топку печи то языки пламени уже не касается этого бака и он уже перестает петь перестает бурлить и вы уже регулируете таким образом температуру своего бака в то же время пламя горит под каменкой и греет вашу баню как следует но если опять мы с вами перейдем конструкции нашей печи мы должны понимать что если печь у нас раскаленная и именно та который мы с вами сегодня говорим и есть вот этот вот зигзаг то он также может существовать просто он будет доходить до бака с водой в принципе ничего вам не мешает его использовать этот зигзаг если вы хотите в то же время вы можете регулировать пламя двигая дрова по печи посмотрите очень интересное видео ссылка в описании таким образом я хочу предложить еще одно если вы на этой печи большого диаметра приварен этим конструктором печи о которой мы разговариваем вот этот вот желоб кверх ногами и я тогда предполагаю что вот там где желоб лежит на самой печи и там есть перегородка стенка трубы большого диаметра которая будет иметь некоторый перегрев и я считаю что в этом месте печь будет стремиться к тому чтобы прогореть в первую очередь также я хочу сделать свое предложение как бы я немножко переделать историю с этим желобом трубы меньшего диаметра и как можно было применить его несколько иначе я предполагаю предлагаю этот же желоб просто перевернуть перевернуть и врезать его непосредственно в эту печь в трубу большого диаметра сделать вырез и вложить туда этот желоб как говорится пузиком вниз и таким образом мы с вами будем иметь меньшего размера камеру сгорания в топке так как в этой топке уже будет часть занимать занимать труба меньшего диаметра сзади который будет выходить дымоход и в таком случае пламя будет уже гореть в трубе большого диаметра а желоб будет являться некоторым коробом который мы сможем использовать в этой системе вот когда у нас борта каменки абсолютно глухие металлические никакие не решетчатые и и в таком случае камни могут лежать в этом желобе и быть как бы ближе к пламени эти те камни которые будут когда вы поддадите воду вот вы видите на стрелках вода поступает даже если ваши камни не прогрелись то все равно вода стечет в этот желоб и там она точно закипит зашипит и вы получите как раз тот самый невиданный редкостный как говорят при продаже печей парогенератор то есть парогенератор это такое устройство или такая емкость которая заполагается в недрах печи ближе к пламени и вода попадает туда гарантированно закипает испаряется при этом наполняя ваш вашу баню сырым влажным паром и тогда многие говорят мы любим мягкий влажный пар как раз вы получите тот самый пар даже если ваша каменка абсолютно не прогрелась как правило зимой в сильные морозы каменка прогревается туго а вот этот самый вот парогенератор будет хоть как-то спасать вашу ситуацию но еще раз хочу добавить от себя если вы понимаете что подобный парогенератор будет выдавать слишком много воды вашу не очень прогретую баню то так или иначе эта вода будет конденсироваться на стенках вашей парной везде на потолке на лавке и по стенам вашей парной и моечной ниже уровня пояса там просто будет все мокрое чтобы избежать подобной ситуации я рекомендую зимой в холодное время просто прогревать баню предварительно если вы считаете что дрова жечь печи и не выгодно то поставьте масляный радиатор хотя бы часа за два за три или за четыре вашу баню чтобы он немножко прогревал весь объем и стены вашей бани в мороз но еще раз вам скажу внимание если вы используете специальные электроприборы для прогрева вашей бани то это должно происходить под вашим неусыпным контролем при достатке изоляции проводов и удлинителей которые вы проводите для этого так как брошенные бесконтрольно приборы нагревающие вашу баню могут привести к пожару поэтому подобные действия нужно производить именно под контролем знающего человека который прошел соответствующий инструктаж и тогда вы получите все как говорится благо вашей бани и и подобная печь которую вы сварите с нашими советами будет служить и вам верой и правдой долго так как подобные материалы о которых мы рассказывали которые можно купить и на металлической свалке они конечно достойного качества и очень долговечны мы с вами сегодня поговорили о интересной печи которую можно использовать прям так как она есть или доработать как мы вам рекомендуем слушайте и смотрите наши очередные выпуски этого цикла путешествие печника слушайте советы умных людей подписывайтесь на наш видеожурнал горячий мастер